С 2011 года начался очередной, четвертый этап реформы на железнодорожном транспорте. О том, чего удалось добиться за первые три, и с какими новыми проблемами пришлось столкнуться отрасли, мы поговорим с генеральным директором Института проблем естественных монополий Юрием Завеновичем Саакеном. Институт проблем естественных монополий – независимый научно-исследовательский центр, основанный в 2005 году. Деятельность Института направлена на исследование состояния естественно-монопольных секторов российской экономики с целью выработки рекомендаций по решению существующих проблем и реализации отраслевого потенциала. Здравствуйте, Юрий Завенович. Здравствуйте. Юрий Завенович, я думаю, что вопрос о реформе на железнодорожном транспорте, разговор я имею в виду, наверное, лучше начинать с предпосылок. Собственно, почему в общих чертах понадобилось ее затевать? Ну, если вспомнить 90-е годы, то проблем на железнодорожном транспорте хватало. Помните, там, кризис неплатежей, зачетные схемы. Все это, естественно, не способствовало развитию железнодорожного транспорта и сохранению его устойчивости. Поэтому предполагалось, что в ходе реформирования появятся частные инвесторы, появится некая, так сказать, конкуренция, которая должна привести к каким-то положительным последствиям. И, насколько я понимаю, именно это было толчком к реформе на железнодорожном транспорте. Ну, а так, если немножко пофантазировать, грубо говоря, не было реформы, МПС никуда не делось. Ну, это тоже было бы не здорово, потому что, согласитесь, неправильно, когда одна и та же организация, в данном случае министерство, и само осуществляет деятельность по перевозкам, и само же издает приказы, и само же регулирует свою собственную деятельность. Поэтому, как минимум, отделить государственное управление и регулирование от хозяйственной деятельности нужно было. То есть, само по себе создание ОАО РЖД, как хозяйствующего субъекта, и вынесение функций по госрегулированию, там, в Минтранс, ФСТ, там, и прочие органы власти, это правильно, на мой взгляд. Поэтому, сохранение вот именно в том виде Министерства путей сообщения, которое занималось всем, я думаю, что это неправильно. Понятно, да. Ну, в общем, в этом действительно определенный смысл есть. Если я кого-то перевожу, то сам себя регулировать я не должен. Понятно. Так, ну, с этого года мы уже на четвертом этапе находимся. Стало быть, до этого было три. Вот давайте обсудим, чего удалось за них добиться, за эти три этапа. Ну, можно подойти к этому формально, что, там, скажем, возникла некая конкуренция. Почему говорю некая? Потому что я не вижу здесь полномасштабной конкуренции в оперировании грузовым подвижным составом. Пришли инвестиции. Действительно, достаточно много вагонов купили частные операторы. По-моему, порядка четырехсот тысяч за этот период. Да. И это, естественно, можно расценить как положительный итог, так сказать, реформирования. Но есть и минус, да. Например, там, наверное, самая острая проблема – это встречные потоки пустых однотипных вагонов. Да. Насколько мне известно, вообще-то говоря, в советское время это было ЧП, когда, там, на стыках двух дорог встречались, там, два однотипных состава порожних вагонов. Это есть. Это как раз и есть тот момент, что нарушена старая технология, а новая не придумана. То есть, когда МПС, ну, и на первых парах РЖД управляла всем парком по принципу, там, обезличенного инвентарного парка, это была одна история. Сегодня это невозможно, потому что каждый вагон принадлежит какому-то собственнику. И, соответственно, этот собственник должен, ну, выстраивать свою логическую, свои планы. Куда он должен подать вагоны, куда он хочет их подать, где у него грузоотправители. Вот, другое дело, что, когда мы говорим, что не отлажена технология, то, вот, на мой взгляд, очень не отлажена и некая, так сказать, скажем так, финансовая схема. За все надо платить, на самом деле. И если железная дорога, то есть, инфраструктура выполняет работу по перемещению, по отстою порожних вагонов, то для этого надо платить, и платить надо адекватно. Ну, еще, вот, в частности, проблема, что теперь в силу, вот, как бы это следствие, да, не самое, может быть, прямое, но, тем не менее, конкуренции, что хозяева вагонов гонятся за прибылью, и, в частности, для средних и еще более мелких грузоотправителей проблема найти вагон, даже если он где-то рядышком на станции стоит пустой. Да, эта проблема существует. Эта проблема существует? Нет, ну как, вы сами сказали, что если МПС и РЖД работало по принципу сохранения технологической устойчивости перевозочного процесса, то, понятно, частник, который пришел в этот бизнес, для него первая задача – это заработать деньги. Иначе зачем он туда пришел? Это абсолютно нормально, абсолютно логичное желание. И задача, на самом деле, государства – определить те правила игры, которые бы позволили ему зарабатывать прибыль, но при этом не нарушали бы безопасность, технологию самого, то есть, для того, чтобы у нас сеть, грубо говоря, не стала ковым. То есть, на самом деле, да, у нас получилось, если раньше, если я правильно, да, поправьте, если я не прав, то есть, раньше у нас грузоотправитель и перевозчик вдвоем решали свои проблемы, то теперь их уже трое, да, грузоотправитель, владелец подвижного состава и перевозчик. Совершенно верно. То есть, схема усложнялась. Совершенно верно. Более того, с появлением, как это предусмотрено, целевой моделью локальных частных перевозчиков, у нас еще больше увеличивается количество субъектов. То есть, у нас получится владелец инфраструктуры, перевозчик, оператор грузового подвижного состава и грузовладелец. И над всем этим стоит государство в лице регуляторов, которые и должны, на самом деле, выработать адекватные, правильные правила игры. Но ведь появление локальных перевозчиков, это, насколько я понимаю, именно альтернатива единоличной закупке российскими железными дорогами локомотивов, собственно, на которых не хватает денег. Таким образом, планируется эту проблему решить. Нет, эти проблемы можете по-другому. Пожалуйста, пускай будет частная собственность на локомотивы. Это тоже, кстати говоря, в мировой практике такое существует. Почему лизинговая компания не может приобретать локомотивы и сдавать их к сетевому перевозчику в лизинг? Ну, а не будет еще больше столкновений? Вообще, там коллапс не возникнет транспортный на путях. Вы имеете в виду с появлением частных перевозчиков? Ну, вы знаете, я, честно говоря, думаю, что негативные последствия этого будут. Единственное, на что остается надеяться, что даже в соответствии с целевой моделью не предполагается уж очень широкого распространения. То есть, если мы сравним с тем, какой объем грузовых вагонов у частников, то это, во всяком случае, если даже не брать дочки РЖД, если не брать, то это все равно больше 40%. А если как только будет продано ПГК, то, собственно говоря, истинно, что у частных руках оказывается подавляющее количество, так сказать, грузовых вагонов. Целевая модель предусматривает, что там от 5 до 10% грузооборота могут осуществлять частные перевозчики. Поэтому я все-таки думаю, что, надеюсь, точнее будет сказать, что последствия негативные не будут такими уж, что, как вы говорите, коллапс. Коллапс, скорее всего, не наступит. Так, ну, давайте пойдем дальше. Про пассажирские перевозки. В 2010 году началась деятельность ФПК. То есть, по сути, что произошло? Разделили, наконец-то, то, что давно хотели сделать. Разделили грузоперевозки и пассажирские перевозки. Вот, прямо навскидку никаких негативных. Я отсюда тенденций или следствий не вижу. Но положительные, безусловно, есть, как вы считаете? Ну, на самом деле, есть и положительные, есть и отрицательные. Мы опять возвращаемся к вопросу о правилах игры. Федеральная пассажирская компания выделена. Она начала свою хозяйственную деятельность. По всем нормативным документам государство должно, учитывая, что это социальный сектор, учитывая, что государство регулирует в части пассажирских перевозок тарифы, должно предусмотреть компенсацию. Когда это был единый хозяйствующий субъект, все это осуществлялось в рамках перекрестного субсидирования внутри ОАО РЖД. Да, но это было не очень здорово, потому что деньги, которые получались от грузовых перевозок, насколько я понимаю, они не направлялись на модернизацию инфраструктуры, которая нужна, а направлялись туда, на покрытие этих вот дыр. Это уже вопрос, опять-таки, государственной тарифной политики. Если индексация достаточная для того, чтобы и осуществлять перекрестное субсидирование, и осуществлять необходимые инвестиции в инфраструктуру или, например, в локомотивы, что тоже отдельная история, то почему бы нет? Я, например, честно говоря, не вижу ничего плохого в перекрестном субсидировании. Более того, мировая практика не знает ничего другого, как или прямое субсидирование, или перекрестное. Значит, разница только стоит в том, что перекрестное субсидирование, в данном случае, если мы говорим на железнодорожном транспорте, это грузовладельцы, грузоотправители будут субсидировать пассажирский комплекс, а если субсидии прямые, то мы все, все налогоплательщики страны, собственно говоря, в какой-то части участвуют в этом субсидировании. Но здесь ведь самое важное другое, что это субсидирование должно быть достаточным. И это, опять-таки, те самые правила игры, понимаете? Потому что если этого субсидирования недостаточно, то тогда каким образом ФПК качественно осуществляет свою деятельность? То есть, перекрестки у него уже нету, значит, должен быть достаточный объем субсидий, который будет полностью покрывать убытки, но это же мало того. Компания должна развиваться, компания должна обновлять подвижной состав. Безусловно, он стареет. Да, даже хотя бы просто из соображений того, что людей нельзя возить, на чем попало. Без кондиционеров летом. Да, без кондиционеров, в конце концов, без комфортных туалетов. И самое главное, что подвижной состав должен соответствовать сначала требованию безопасности, потом требованию комфорта и так далее. И поэтому это все, учитывая, что компания не может быть пока прибыльной, это все должно закладываться в субсидии. А насколько я понимаю, выделение субсидий происходит в какой-то степени волонтаристски. Вот дам столько, сколько дам. Понятно, что там как-то идет обоснование необходимого объема субсидий, но понятно, что решение это принимается, исходя не из потребностей, а из того, что может себе позволить федеральный бюджет. Ну, понятно, да. Но, с другой стороны, есть же там и другие положительные следствия того, что ФПК сама по себе работает. Например, вот они наконец-то взяли за маркетинг очень неплохо. Нет, согласен, согласен, что есть положительный. Есть, я просто к чему говорю, что для того, чтобы с той же самой ФПК требовать и повышение комфорта, и, скажем так, предложение новых продуктов, должна быть достаточно умная государственная политика в отношении перевозок в дальнем следовании. Редактор субтитров А.Семкин